Субтитры сделал DimaTorzok Сегодня будет у меня Makeup Tutorial, я буду использовать первый раз и покажу вам мои впечатления, как я чувствую, и вы сами будете свидетелем, как она будет наноситься и вообще, как она будет смотреться. Вот, так что, если вам интересно, оставайтесь со мной, перейдем к Makeup Tutorial. Ну что ж, ребята, я подготовила свою базу, подготовила уже брови. Приступаем к глазам. Для глаз мне понадобится праймер для теней NYX. Получается, наношу его первым. После этого цвета, как будто бы тень, мне кажется, больше хорошо наносится, что ли. Нанесли праймер. Теперь приступаем к теням, к моим теням. Наверное, в первую очередь я нанесу Soft Pitch. Этот Soft Pitch цвет. Он очень красивый, мне кажется, хорошая база получится для... Мне нравится наносить первым такой цвет. Наношу его на все подвижное веко. Так, теперь я хочу взять цвет Fudge и буду наносить его на внешний угол глаз. Хорошенько рассушевываю его внутрь. Теперь беру кисточку для растушевки и хорошенько растушевываю. Легонько-легонько. На внутренний угол глаз я хочу нанести этот цвет Pink Champagne. Когда я увидела эту палетку, я сразу обратила внимание именно на этот цвет. Мне очень хотелось это попробовать. Вроде, когда я пробовала руками, очень классно трекс. Так что я сейчас буду наносить его на внутренний угол глаз. И, можно сказать, на подвижное веко, а на внутренний угол. Я в последний ремень замешана в блесках вообще. Хотя я раньше любила только матовые, а сейчас вся в блесках. Не знаю, душа просит блесках. Как говорится, эти тени оправдывают мои ожидания. Теперь с вот такой вот кисточкой я беру тот же цвет Fudge. Темно-коричневый. Темно-коричневый. И буду наносить его под глазами. Теперь я беру вот такой карандаш от Nars. И хочу нанести под глазами. Только так, где я его внутрь вообще. Вот этот раз я буду наносить до конца. Теперь беру цвет Marocco. Немножечко встряхнём. Буду наносить его с внешнего угла. Внутрь вот сюда. Благодаря этому цвету между двумя цветами будет хороший переход, хороший перелик. Берём теперь этот Noir. Noir или Noir. Цвет чёрный. И наносить его на внешний угол глаз. Опять же, немножко затемнять внешний угол глаз. И так, последнее, что я буду использовать сюда. Беру этот цвет Spoil, пальчиком немножечко беру. И буду наносить его на пряное яблочко посередине моего глаза. Окей. Приступаем теперь к тушке. Это Grandiuse Lancome тушь. Теперь приступаю к подводочке с телом. Будем делать, конечно же, стрелочки мои любимые. Теперь приступаем к моим ресницам. Где мои ресницы? Окей, ребята, вернулся, звайте, с моими ресницами. Так, беру свой MAC Bonser. Называется Kimi Sun. И как-то немножко даю тёплого оттенка к моей коже. Точнее, там, где ближе к волосам. Так, теперь беру Anastasia Beverly Hills контур-палеточку. Вы знаете, про какую я беру. Беру эту цвет Fawn. Или Fawn, whatever. Как же без хайлайтера? Беру свою Champagne Power Pad Jack Mahill. Красивый, необычный цвет. Подходим. Наношу его сверху нашего яблочка. Под глазами, либо же сверху нашего яблочка. В раунде губы. Когда наносишь сюда на Cupid Bow, называть по-английски, сверху наших губ, оно примерно визуально увеличивает ваши губы. Так что я люблю наносить сюда, потому что у меня верхней губы и так нету. Так что не помешает. Теперь приступаем к губам. Для губ не понадобится карандаш для губ от MAC. Называется Absolutely. Не, это Absolutely Love It. Вот такой. Теперь приступаем к губам. Наношу в начале карандаш для губ от MAC. Наношу теперь сверху этот красивый цвет, называется No Wool. Это новая помада от Kat Von D, которая недавно вышла, от которого я без ума. Просто красивый цвет, стойкий цвет, что мне очень нравится. Если вам нравятся нюдовые цвета, но был цвет шикарный. Итак, нанесла эту помаду. Можете примерно оставить так. Но я хочу немножечко, так как уже получилось все с блесками, немножко добавить блеска. Это от NYX новая помада, называется Do the Hustle. В общем, давайте нанесем его сверху моей помады. Она тоже золотистый цвет, такой, как и на моих колзах, что я думаю, прикольно будет смотреться. Люди, которые любят матовые цвета, наверное, они ненавидят это, но мне это нравится. Потому что я как визажист или мейкобаржист обожаю в данный момент все блески. Не знаю, какой-то тянется по всю. В общем, не знаю, как на камере, но вживую очень красиво-красиво смотрится. И, не знаю, все цвета очень в пигментах. Красиво растушевывается, мягенько. Мне нравится, ребята. Пять с плюсом. A-plus, как говорится на английском. Ну что ж, ребята, на этом все. Надеюсь, вам понравился мой отзыв-мейкоб-туториал, отзыв-ревью-мейкоб-туториал. Если вам понравилось, не забудьте поставить лайк и, конечно же, оставить комментарий, что вы думаете, как вы думаете. Или вы же, если у вас продолжение есть на следующий мой отзыв-ревью на какой-то продукт, напишите мне, я обязательно сделаю. Увидимся на следующем видео. Пока-пока.